Саратов 24 Так вот, как его благоустроить, какие деревья нужно будет там высадить, как сделать так, чтобы из вашего участка сделать настоящий райский уголок, поговорим сегодня с директором ландшафтной компании GLP, нашим гостем, который уже у нас в студии, Илья Колесниченко. Доброе утро! Доброе утро! Илья, возникает масса вопросов, как только вот снег его не становится на улице, люди начинают проявлять желание как-то обустроить свой участок, если, конечно, он имеется. Вот как правильно зонировать тот самый участок, который тебе достался? В идеале, если вам достался участок в наследство, это хорошо. Вам уже повезло. Здесь вопрос в том, что если участок пустой, без построек, без посадок, это один вопрос. То есть здесь можно разделить на четыре зоны участок. Это первая – жилая зона, второй – это зона хозяйственных построек, третья – зона отдыха и четвертая – зона сад-огород, так называемый. То есть необходимо понять, где вы хотите поставить свой дом, где будет какой-то сарайчик стоять и непосредственно, где вы будете отдыхать и где будет ваш сад-огород. Здесь необходимо понимать, что вы хотите на своем участке. Если вы хотите сад и огород, хотите ухаживать за какими-то растениями, то это будет основная часть вашей площади. То есть процентов 70 она будет занимать. То есть по статистике где-то 9-11 процентов от всего участка это занимает дом. Около 15 процентов занимают какие-то хозяйственные постройки. Я имею в виду то, что хозяйственные постройки, баня, гараж, площадки для автомобиля. Если же вы хотите отдыхать, приезжать, то соответственно большую часть будет занимать эту зону отдыха. Ну потому что за огородом сложно ухаживать не каждый день, а за территорией, на которой ты отдыхаешь, по большому счету можно не ухаживать ежедневно. Но я думаю, что сейчас многих интересует как раз таки как грамотно скомбинировать, а значит учесть как раз таки все 4 критерия. Потому что на маленьком участке хочется, чтобы все было. Хочется, чтобы свежие овощи были и посидеть отдохнуть с друзьями, пожарить шашлыки и так далее. И плюс еще может быть какие-то там пункты. Вот здесь необходимо учитывать. Если вы хотите больше зону выделить на отдых, соответственно при расположении, в тот момент, когда вы учитываете расположение дома, опять же мы рассматриваем вопрос, если свободный участок, дом необходимо располагать возле забора, чтобы больше было свободного места. То есть опять же, это свободное место можно использовать так же как зону отдыха и непосредственно отделить какой-то участок. Ну все хотят поковыряться, порастить что-то, вырастить своими руками и непосредственно скушать. И соответственно вот эту зону можно выделить под огородик какой-то неинтересный. Как быть, если на участке есть уже какое-то количество деревьев? Нужно ли делать их местом притяжения для какой-то из зон? Или наоборот игнорировать их всячески? Здесь от вас все зависит. То есть растения это растения, их можно выкопать, можно пересадить. То есть все зависит от вашей фантазии, от того, что вы хотите. То есть это не преграда для того, чтобы организовать какую-то зону? Пеграда – это дом, который у вас стоит. То есть как бы очень сильно тяжело будет. Не дом, в определенных обстоятельствах. А какими растениями лучше всего украсить территорию? Опять же, здесь каких-то нету, это в зависимости от вашего вкуса, от вашего потолка. Что в тренде тогда так? Есть какие-то новинки? Да ну, знаете, у нас как-то складывается таких... У нас в Саратове каких-то новинок, люди тяжело идут на какие-то новинки, поэтому это какие-то скальники можно посадить. То есть в зависимости от того, что вы хотите на своем участке. Если вы хотите как-то отгородиться от соседей, то, соответственно, какие-то скальники, может быть, скальники посадить. Скальник – это что? Скальник – это растение в виде свечки. А, все понятно. То есть они занимают немного места? Нет, они бывают разные. Бывают очень маленькие, бывают огромные. Это самое неприхотливое растение, которое можно посадить. Оно из названия уже понятно, что скальник – это растение. Ой, мне надо. Вот это моя история. Это история, на самом деле, очень многих жителей городов. Скажите, подождите, какие еще растения можно считать такими не особо прихотливыми, чтобы можно было посадить их на участки? Здесь, опять же, какие-то... Которые приживутся именно на нашей территории. Из нашим стараниям. То есть вы хотите сказать, что не надо поливать, просто посадите? Да! Да, или совсем чуть-чуть. Или совсем чуть-чуть. Ну, это обычно, если из кустарников какой-то барбарис можно посадить, опять же, хвойники, может быть, не только скальники, можжевельники. То есть они самые неприхотливые такие, то есть их минимум полива, ухода за ними. Ну, они, соответственно, можно посадить маленькие, и он через какое-то время вырастет большой, и будет вас радовать. Давайте поговорим о вашем идеальном участке. Так у вас есть забор, там стоит трехэтажный дом, наверняка есть зона барбекю, и все это размещается примерно на шести, ну, может быть, восьми сотках земли. Так вот, как озеленить территорию около забора, чтобы как раз-таки от соседей отгородиться, и чтобы ты, находясь на своем участке, понимал, что «да я как в лесу фантастически». Потому что нам известен только один вид, это, знаете, плющ называется, который отбивается по забору. Это и все? Я не сторонник вот этого плюща, и мне не нравится. Я люблю, чтобы было все чистенько, аккуратненько. Если забор стоит, забор, изначально забор должен быть нормальный, красивый, чтобы он радовал все, но участки должны радовать. Соответственно, начинаем от дома, забор, и пошло дальше. Если вы хотите какой-то эстетический, то, понятно, можно большие туйки посадить, им придать можно любой вид, любую форму. То есть, чем лучше. И круг, и конус, что бы. Да, то есть, как бы их обрезаешь под вашу, опять же, можно сделать какую-то фигуру из него. То есть, ну, много таких, в Польше мы ездили тоже, у нас питомник там большой, там есть чудесный медведь, сделанный из растений. То есть, хозяева, они растили-растили его, и в итоге придавали форму, и сейчас такой там просто шикарный медведь. То есть, это не металлический каркас, не армирование. Это живое, то есть, как бы, это дерево растет. Хорошо, с забором мы разобрались. Идем дальше, по тропинке. Что должно быть с двух сторон от тропинок? Ну, мы все ведем к тому, что сейчас очень модно высаживать газоны. Насколько нам известно, компания GLP предлагает такую услугу, что можно действительно заказать себе газон. В чем особенности? Это основной вид деятельности, наше направление. Почему рулонный газон? Начнем с того, что многие люди хотят прийти на свой участок и отдыхать просто. Не хотят. Опять же, я возвращаюсь к тому, что я сам почему этим начал заниматься. Я люблю, чтобы было чисто, не было грязи на участке. Газон, ну, как бы, выполняет эту функцию. То есть, вы приходите, у вас буквально за два-три дня с перекопанного какого-то поля получается поле для гольфа. То есть, вы приходите... Вы же понимаете, почему у вас на спине газон? Перебаханная стена просто была, которая теперь... На прогулке мы не думали. Он чисто эстетической функцией выполняет газон. Плюс он скрывает какие-то неровности, правильно? Ну, здесь вопрос в том, что, опять же, смотря, что вы хотите. Я сторонник, естественно, ландшафта. То есть, если есть какие-то... Понятно, если небольшой участок, его лучше выровнять и сделать ровненьким, чтобы газон радовал. Если это большой участок, то какие-то холмы их лучше оставить и просто застелить газон. Будет смотреться шикарно. Вы будете себя чувствовать как... Король. Какие подготовительные работы нужно сделать для того, чтобы уложить газон? Для начала нужно снять старую траву, которая есть у вас. Зачем верхний слой весь? Да. Если есть какой-то старый газон, соответственно, мы его снимаем. Потому что, ну, нельзя траву на траву класть. Поэтому сначала снимаем траву, выравниваем этот участок, который у нас получился. То есть, мы убираем, опять же, вот эти вот неровности, ямки, какие-то бугорки и утрамбовываем эту землю. Потому что земля должна быть, ну, грубо говоря, как асфальт. Объясню, для чего. Для того, что, когда мы расстилаем газон, через какое-то время после того, как он приживется, вы можете по нему ходить, играть, вы должны по нему ходить, играть, он для этого существует. То есть, опять же, для детей, для безопасности, для их, чтобы они бегали. И чтобы в процессе того, как выходит, чтобы он не продавливался, не было следов ваших. Ну, конечно, кто хочет следы, можно следы оставить. Так, а преимущества рулонного газона над пассивным? Какие они? Колоссальные. Приведу несколько примеров. Газон, который мы возим, рулонный, он ему три года. То есть, он растет, за ним ухаживают, потом срезают. Он представляет собой дерн 2-3 сантиметра. На нем растет, соответственно, трава, корневая система. Его срезают 40 сантиметров в ширина, длина 2 метра этого рулона. Его скатывают, к нам доставляют, мы раскатываем. Соединяем между собой, и получается ровная поверхность. Единая, большая покрыска. Да, через какое-то время, понятно, мы когда расстилаем, есть какие-то швы, это все видно. Через два покоса все сравнивается, получается зеленое поле, то есть, которое будет вас развивать. А откуда этот газон приезжает? Где он три года рос? Мы возим из Тольятти его. То есть, климатические условия нам знакомы и понятны. Это наши, да, поэтому мы выбрали. Во-первых, это климатические условия, схожие с нашими. Во-вторых, здесь ехать 4-5 часов, то есть, через 5 часов этот газон свежий, только срезанный. О, звучит так красиво. Илья, вы пришли к нам в студию неспустными руками. Хвойное растение стоит на нашем столике. И мы предлагаем всем нашим телезрителям сейчас внимательно послушать и посмотреть на экран, потому что мы сейчас будем пересаживать сначала это хвойное растение. Ну, естественно, потом это хвойное растение может стать вашим. Специально не называем название этого хвойного растения. Пока мы ему дали рабочее имя Альберт. Так вот, какому классу растений принадлежит Альберт, ваша задача как раз-таки угадать. Телефонные звонки мы принимаем, 54-30-30. Вам нужно дозвониться к нам в прямой эфир и сказать, что же это у нас за растение такое. Есть несколько вариантов ответа, мы их озвучим чуть позднее. Сейчас мы попробуем как раз-таки пересадить. Заодно, может быть, кто-нибудь уже точно знает, что это за чудесные... Да, я, пожалуй, пока подведу карточки, чтобы они никому не мешали. Мы знаем прекрасно, что это растение нужно высаживать в открытый грунт, правильно? Все правильно. Но пока мы покажем на примере горшка, у нас нету грядок, нам еще жить здесь, как говорится. У нас есть красивый горшок, давайте поставим его на серединочку и начнем уже наконец-то изучение. Так, что нужно сделать? Мы представляем, что вот здесь у нас ровная поверхность и это земля. Все земля, кругом одна земля. Как правильно усаживать нашего Альберта? Давайте представим, земля, мы выкапываем луночку. Причем не очень глубокую, да, как я понимаю? Здесь глубина лунки зависит от кома самого растения, который... Корневой системы. Да, то есть данное растение мы взяли на примере, поскольку оно мобильное, мы можем его пересадить, чтобы было нам удобно. В зависимости от размера кома берем чуть-чуть запасом, то есть половина кома. И, соответственно, по диаметру сама лунка должна быть на два размера больше. Ну, то есть по глубине достаточно одного штыка, одного там полтора буквально, ну и обкопать небольшую территорию, можно примерить. Горшочек, да. То есть горшочек поставили, обвели его кругом, выкопали. Следующий момент, нам необходимо выяснить, какая у вас почва. Если глинистая и черная... Жирная, так как я говорю. Да, жирная, грубо говоря, необходимо позаботиться о дренаже. Керамзита будет достаточно? Керамзита, да, вполне. То есть мы для начала выкапываем ямку, засыпаем туда керамзит. Опять же, это проливаем, керамзит, чтобы он у нас принял ту форму, которую ему надо. Засыпаем вниз плодородную почву, опять же, нужно позаботиться, если в брикетах продают плодородную почву, засыпаем и устанавливаем. Почва обязательно для хвойных нужна, правильно? Не обязательно, нет. Нет, не обязательно. То есть там не должна быть кора сосны, там не должно быть много песка, это не важно. Нет, нет, нет. Позвольте прервать вашу интересную беседу. К нам дозвонила Светлана, видимо, у нее есть вариант ответа. Мы спрашивали у телезрителей наших, что за растение сегодня представлено у нас. Хотя мы даже не спели вариантов. Назвать, но уже есть какой-то правильный ответ. Растение хвойное. Светлана, вам доброе утро. Ну что, знаете правильный ответ? Альберт, у нас какого класса растений принадлежит? Доброе утро. Мне кажется, что это пихта. Пихта? Пихта, несомненно, дерево красивое, но варианты ответа неверный. Подумайте еще немножко и звоните к нам в эфир 54-30-30. Друзья, ну а мы пока дадим вам наводящие варианты. Итак, есть три варианта. Это пихта, туя и кипарис. Ну как мы понимаем, пихта уже неправильный ответ. Есть два еще, туя и кипарис. Звоните 54-30-30. Ну а мы пока продолжим. Итак, мы грунт подготовили. У нас есть дренаж, у нас есть специальная грунтовая основа. А кстати, что делать, если не жирная земля? Если обыкновенная. Тогда просто выкапываем и для лучшей приживаемости данного растения просто плодородную почву туда засыпаем. И соответственно эту плодородную почву проливаем, чтобы у нас была жидкость. Чтобы растение непосредственно уже... Во влагу сразу прирастить. Да, то есть в приятную для него среду. И что мы делаем потом? Нужно ли как-то обрабатывать корни, размачивать их, перемачивать? Ну мы просто... Я сейчас на примере. Да, конечно, конечно. Это же самый волшебный процесс. Здесь мы подготовили. Непосредственно, не бойтесь, берем его за ствол. Да, я, кстати, слышал, что хвойным вообще это не страшно. Да, им приятно, можно сказать. Приятно, да. Немножко я вам здесь испачкал. Вот это... Это корневая система. То есть здесь помимо корней, как раз та почва, которая ему необходима. Судя по всему, ему уже тесно в этом горшочке. Да. Скорее звоните нам, чтобы... Звонок уже есть. К нам дозвонилась Ирина. Ирина, доброе утро. А пока вы нам дозвонились, мы уже пересадили, кстати. Все просто из одного горшочка в другое. Ирина, доброе утро вам. Рады вас приветствовать в шоу Автопилот. Итак, вопрос прежний. Альберт, он кто? Туя или Кипарис? Доброе утро. Это Туя. Конечно. Да. От всей души поздравляем вас. Это Туя, красивейшая от компании GLP. Достается вам. Надеемся, что вы довольны. Оставайтесь на линии. И да, наш редактор расскажет, как ее заполучить. Ну, а мы уже пересадили нашу Тую Альберта. Нашу Туя Альберта. Что дальше нужно сделать, когда уже на месте? Перемещаем его из нашего контейнера в подготовленную лунку. Соответственно, придавливаем. Здесь у нас, как мы уже договорились, зазор есть. То есть мы засыпаем здесь опять же плодородную почву. И чтобы плодородная почва у нас была... Окутывала, грубо говоря, ножком. Соответственно, придавливаем. Засыпаем. Выравниваем с землей, которая у нас есть. И... Поливаем. Самый интересный момент. Поливаем. Мы его поливаем. И как часто вообще нужно на участке поливать? Да. Вот какие у него предпочтения? У нашего Альберта? Любит ли он влагу или нет? Ирине потом с этой туей жить? Ей же нужно... Не переживайте. Ничего страшного. Ей же нужно как-то потом с ним ладить. Нужно ли на зиму выкапывать, закрывать чем-то? Кстати, это касается и газона. Нужно ли его чем-то закрывать? Если брать газон, газон надо состригать практически в ноль. Да. И он переживает зиму, соответственно, как обычная трава. То есть не надо ни укрывать его, ни какие-то другие там манипуляции с ним не стоит проводить. То есть необходимо просто его срезать и все, и оставить его, пускай он... Что делать с Альбертом на зиму? С Альбертом его, во-первых, надо любить. Хорошо к нему относиться. Пересаживаем его. Если говорить о зиме, то его необходимо... Ну, это маленькая туйка, в принципе. Как мы выяснили, что это туйка. Мы так сдерживали себя, чтобы не выяснить, естественно. Уже не наш. Нужно подвязывать, прикрывать. Его необходимо создать ему форму. Ну, то есть, в принципе, он должен быть в идеале вот такой форме. Мы его обматываем. Какая-то веревка? Да, обычной веревкой. Обматываем, чтобы у нас не распадались веточки. Потому что зимой снег... Ломает. Да, может сломать просто его. Потом весной мы его разбираем, и у нас красивые туйка. И у вас будет последний вопрос. Многие мечтают обзовестись подобным растением у себя в домашних условиях. Возможно это или нет? Можно ли в квартире содержать? Ну, можно содержать, но... Это как дикое животное. Зачем его думать? Требуется свобода. Альберт будет нелюбим, если вы будете содержать его. А еще нам тоже такая нужна. Если вдруг Сережа будет что-то не то говорить, то я всегда смогу его, вот, посмотрите, ликвидировать. Друзья, у нас в гостях сегодня был генеральный директор ландшафтной компании GLP, Илья Клесниченко. Илья, спасибо большое. Вам спасибо. Удачи вам и как можно больше зеленых просторов, которые вы будете помогать делать прекрасными. Спасибо большое. Теперь мы знаем, как озеленит территорию компании GLP. Друзья, вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Будьте с нами. Пока.